Белый аист Казалось бы, чего еще? Живи, трудись и радуйся. Но нет. Наша синяокая попадает в поле зрения беспристрастной статистики, которая разрушает иллюзорное пребывание в спокойствии и благополучии. Дело в том, что белорусы пьют. Пьют безбожно и отчаянно. И не кристально чистую родниковую воду Нарочанского края или свежее парное молоко от собственной коровы. А пьют отвратительное как по составу, так и по вкусу крепленное спиртом плодово-ягодные концентраты, которым сами и придумали название «Чернила-бырла-шмурдяк». Пьют не менее отвратительный раствор воды и спирта, который производители сего варева лукаво называют водкой. Мы постоянно пожинаем плоды роковой ошибки 1994 года. Заступающий на посаду президента Республики Беларусь. И только трезвый взгляд, критическое мышление и отказ от алко-наркотических напоев поможет нам исправить роковую ошибку и даст возможность сбросить пелену алкогольного угара. Но пока только сухие цифры и беспристрастные факты. Нация спивается, деградирует и, возможно, скоро просто исчезнет в мировой круговерте. Может, миссия у белорусов такая тайная – избавить мир от алкоголя? Может, всемирный заговор клятых масонов вергает нас запой на алкогольный круг? Может, президент имеет цель споить нацию? То пить перестанем, беда другая будет. Государственные средства массовой информации ежедневно вещают, что идет великая и неустанная битва за трезвость. Много высокопарных слов и громких заявлений. Употреблять алкоголь – это плохо, это нехорошо и вредно. Как для своего здоровья, так и для окружающих, близких и родных. Мы поведим пьянство, осталось совсем чуть-чуть, бла-бла-бла. Мы не должны, еще раз подчеркиваю, допустить, чтобы белорусский народ гробили некачественными подделками и низкопробным контрафактом. Белорусские медики планируют выступить с предложением ограничить продажу алкоголя лицам до 21 года. В Беларуси продажу алкоголя после 23 часов в магазинах и на АЗС планируют запретить. Реклама алкоголя и сигарет может оказаться под полным запретом. Палата представителей фермчтений приняла поправки в закон о рекламе, которые сделают более эффективной борьбу с пьянством и курением. Прибавка к пенсии. В Беларуси оперативники провели рейд по незаконной продаже спиртного. Каково же было их удивление, когда пришлось задержать двух пенсионерок. Все это производилось незаконно. Сейчас по данному факту проводится проверка. Данная брага была уничтожена. Крупную партию спирта 800 литров изъяли в Гомеле. Показали по ТВ. Раскрыли самогонщика. Борьба идет. Смотрите. Белорусы. Ну а в реальности государственные заводы постоянно увеличивают производство низкокачественных алкогольных напитков. Постоянно в спальных районах городов открываются новые, так называемые фирменные магазины производителей этой отравы. А бескрайние ряды бутылок широчайшим ассортиментом виноводочных изделий давно превратили обычные продуктовые отделы в придатки для нехитрой снедии. Со стороны может показаться, что продажей алкоголя занимаются только маленькие магазины и зарабатывают на этом хорошее бабло. Но мы скажем больше, что не только маленькие магазины занимаются тотальной продажей дешевого алкоголя, но и большие супермаркеты, не стесняясь продавать дешевый, некачественный алкоголь таким людям, о которых сегодня идет репортаж. Поэтому мы видим проблему не в маленьких магазинах, не в больших магазинах, а видим проблему в самой системе, которая позволяет это делать, и в результате получается то, что мы видим. Существующее законодательство запрещает распивать спиртное на улице, но в то же время никакие государственные контролирующие органы абсолютно не обращают внимания на то, что алкоголь продается под вывеской продукты питания. Белорусское телевидение выпускает пропагандистский сериал, в котором милиция отчаянно и с большим риском для жизни ведет борьбу с теми, кто употребляет алкоголь. Ну что, слышали? Да, там скорее всего спиртное, ну лишилась чеклянная бутылка. Она предлагает проследить за ними. Все понятно. Милиция Московского района, начальник войскового наряда, сержанты генер. Посмотрев этот шедевр, начинаешь понимать, насколько по-идиотски все это выглядит. Хорошо экипированная и тренированная милиция знает, где продают алкогольный наркотик, но при этом борется не с продавцами и поставщиками этого зелья, а с потребителями. При этом производителей и поставщиков ревностно оберегают. Производители и поставщики находятся под защитой тех, кем руководит уже без малого четверть века главный трезвенник и спортсмен, гениальный кормчий, историк и экономист Александр Лукашенко. В далеком 1995 году белорусы употребляли 5,5 литров чистого спирта на человека в год. В 2012 уже 22. Замечательная динамика. Вот бы такие показатели, да, в экономике. Но, к сожалению, это не про Беларусь. Дальше динамика остановилась на уровне 16,4 литра. У Белстад цифры, конечно же, скромнее, но по их версии в Беларуси уже давно у всех по 500. Это цифра святая. Почка втирательства в этом деле недопустима. Этот показатель держит нас в топе самых пьющих стран уже много лет подряд. Государство в этом плане у нас одно из самых лучших в мире. Конечно, можно прослушав все это сказать, пить никто не заставляет. И отчасти вы будете правы. Ведь действительно, кто не хочет пить, тот не пьет. Почему же пьют остальные? Много факторов и традиции употребления в стране. И любимый способ убежать от депрессии. Но есть еще способ скрытой пропаганды. Вот представьте фильм про Гарри Поттера, в котором юный волшебник с утра стопочку пропускает. Представили? Как думаете, поклонники киногероя как будут относиться к водочке? Гарри, слава богу, не накатывает по утрам. А вот многие киногерои сериалов, транслирующихся по госканалам, любители. Иногда даже профессионалы. И в кино у них все хорошо и весело, и успешно они, и богаты. А потом так, оп, и трезвый. А потом опять вот так вот, оп, и трезвый. Приятного вечера. Начинаем наше кулинарное шоу. Мы же не будем сегодня готовить всякую дряк. Поэтому наш любимый, отвратительный Мальва нам ни к чему. Киногерой, который пьет, но при этом остается успешным любимцем женщин, весельчак и балагур, живущий в красивом и большом доме, гоняющий на дорогом автомобиле. Перечислять этих киногероев не будем. При желании вы их найдете практически в каждом сериале, идущем по нашим зомбоящикам. Последствия употребления алкоголя как-то скромно умалчиваются. Еще. Наверняка многие из вас читали или смотрели об успехе Стива Джобса. Вот один из моментов его биографии. После шести месяцев обучения Джобс бросил колледж. Поскольку нудная обязательная программа его не интересовала, он не видел смысла в ее изучении. Его отчислили, но еще целый год. С разрешения деканата Джобс бесплатно посещал творческие занятия, которые ему были по-настоящему интересны, в том числе курсы каллиграфии. Среднестатистический человек из этого сделает вывод, что если бросить учебу и начать ходить на курсы, то что интересно, то я буду успешен, как Стив Джобс. В этом и кроется небольшой обман, рассказан лишь один случай успеха при таком подходе. Случаи, когда люди делали то же самое и не добились ничего, скромно умалчиваются. Абсолютно так же и с алкоголем. Впрочем, и в любительских видео полно веселых происшествий. Кир-ха-ха! Кир-вумба! Кир-ха-ха! А вот небольшое интервью одного из пострадавших. А что случилось? Болею сильно, не могу. Надо похмелиться, а то он умру. Пожалуйста. Держи. Благодарю вас за это. Ну, я думаю, на двоих вам этого хватит. Хватит, хватит. Вот так. С какого времени вы употребляете спиртные напитки? Я начала употреблять спиртные напитки с 14 лет. А сколько вот сейчас полных лет вам? Мне 52. У меня 46 и 47. С 41 года я не помню. 46-47, да? То есть не помните даже сколько? Нет. У меня была семья до 96 года. Потом я попала в тюрьму. Заграбилась с разбой. Отсидела. Вышла, начала бухать. Опять. Попала же, заграбляясь с разбойом то, что пила. Все это по пьянке было. Свободилась, три месяца погуляла. Украла коляску. Опять села. Опять вышла. Опять бухаю. И так каждый день. На дню мы можем выпить по сколько? По 4-5 бутылок вина. А зарабатываем чисто сбором бутылок, металлом, бумагу даем. Вот на это и живем, на это и пьем. На какой вы алкоголь употребляетесь? Алкоголь вина у основного. Иногда спит. Ну это не дешевая, рубль 70. Рубль 70, да? Да. Это алкоголь, который белорусский, да? Да, да, да. А жилье у вас есть, кто живет? Нет, мы живем по такому. Вот так вот распиваем обеяло. И ложимся. Отпихать. И вот так вот здесь. Зимой и летом. А были-были у вас жилье, да? Были. Ой, когда-то было. Но я уже 17 лет бомжой. А дети есть у вас? У меня есть, но он далеко в Страйсбурге. Ему уже 35 лет. 16 лет он поехал туда. Ну вот если вот перевернуть жизнь, короче, обратно. Повторили бы свой путь с алкоголем? Я да. Честно. Ну все из алкоголя. Нормально жить. Мы не пили. Что? А так мы бомжой, но... Что? Мы не выжили бы, если бы мы не пили, понимаете? Плюс есть от алкоголя вообще в жизни? У нас есть. Мы тогда лучше работаем, больше собираем. Просто выпить, забыться. Под заборами не валяй. Никогда не покажешь. А ваши коллеги тут валяются? Да, есть, бывают. Есть, и на лавочках спят. Ну, и на лавочках спят, где угодно. То есть, в принципе, ни о чем не жалеете? Нет. Я нет. Абсолютно. Я как пила, так и буду пить. Потому что это мой пилот. Схоже с наркотической зависимостью. Один раз употребили. Да, да, да. И вам понравилось, и вы начали, продолжили пить. Да. А женский алкоголизм, тем более, он еще хуже. Вы не остановитесь. Я сидела в тюрьме, у меня лечи нет алкоголя. Я вышла и тут же сразу освободилась, пошла в магазин и купила. Это ничего не... Не исправляет, да? Нет. Валя, а у вас как с алкоголем? То есть, была какая-то там борьба, там, я не знаю, сопротивление алкоголю. Почему начали пить, зная, что это плохо? Не знаю. Не могу. Мне нужно забыться. Интересуетесь ли вообще вот жизнью в Беларуси? То есть, кто у нас сейчас, допустим, премьер-министр в стране? Не-не-не. А губернатор? Чем будет? А президент? Лукашенко. Лукашенко, я этого не знаю. А вы знали, что уже не Лукашенко? Уже как полгода. То есть, вы не интересуетесь политикой? Нет, у нас мы ни телевизора не смотрим, ничего. Нет. Какой политики? Медведева, знаю Путину, знаю. Лукашенко, знаю. Кто там, Кебич, кто-то ничего не знает. То есть, судьба, в принципе, страны, общества вам как бы… Нет. Мне интересно, главное, чтобы было вино в магазине? Да. И были бутылки, да? В каком магазине вы закупаетесь? Мы на ступенье. Ага, там самое дешевое или что? Да. Да. Ну что, у нас было сейчас 20 кг будет. По-моему здесь, я не знаю. Бутылки на скады собираем. У меня руки такие чистые. Что? То есть, несколько сами мы едем? Нет. Удачи, наверное. Еще здесь. Расскажи, а чего их на вино? На водку мы не предпочитаем. Иногда пробиваем шпирт, покупаем, а теперь-то мы отказались, потому что посадили на зрение, ноги чистые продают, а тут прудки рынка. А что за вино? Как называется? Наследие Бахушко. Наследие Бахушко. А чем отличается одно от другого, вот они там разные же есть названия? Это дешевле. Это дешевле во-первых, а во-вторых в первых 14 градусов. Сколько оно стоит? Рубль 70. Рубль 70, а здесь 0,5? Да. Здесь 0,7. А, 0,7. Рубль 70, 0,7. Такое 3, 4, там 18. А чего не покупаете дороже, оно же получше. Какое дороже? Ну там, ну не знаю, полосухое, сухое. Которое есть? Нет, ну типа подороже, которое качество лучше. У нас не достается денег. У нас не достается денег. Мы лучше купим дешевле 2-3 бутылки, чем одно дорогое. Да, че нам? Пару бать. Что вы можете посоветовать людям, которые еще не начинали употреблять, либо на грани определиться, пить или нет? Ни в коем случае не начинать даже близких. Потому что эта алкогольная зависимость, она очень… Чем это может обернуться для простых людей, которые не подготовлены? А есть у вас там вот уже как бы долгое время, да, там 12 лет вместе, вот такие вот люди, которые еще недавно были успешными, там у них там были машины, и они… Много, много таких. И они стали на ваш уровень. Конечно. Людей по благоустройству образования, они вообще по мусоркам мазали. Да. Алкоголь все? Все алкоголь делал. Наверное. То есть алкоголь уравнивает, в принципе, шансы, да? Да, да. Начинал человек, абсолютно был успешный, по-малу, по-малу, и пришел к такому состоянию. Вот именно. Квартиры люди продаются из-за алкоголя. Теряют. Скажите, а если бы был алкоголь дороже в 2-3 раза, вы бы пили? Все равно бы пить. Скиды бы? Да. Но меньше. Да, пусть не так часто, но пить. Такой вопрос, ну вот как вы считаете, государство хоть как-то борется с этой проблемой с алкоголизацией строения? Или наоборот оно способствует? Мне кажется, оно способствует, а не борется. Что это, День трезвости дают? Нам ничего не мешает. День трезвости делают, а мы все равно напиваемся. Все равно в магазинах дают. Все равно продают. Хоть дорогу дороже. Да. А как государство способствует, по вашему мнению? Да, почему? Ну, алкоголизация, алкоголизация. Вон дешевое вино, блин. Дешевое, доступное вино? Да. Теревизор, как я понимаю, вы не смотрите? Нет. Ну, у нас его и нет. У нас света-то нет в катакомбах. Не то, кстати. Ну вот мы подходим к тем местам, где наши герои сегодняшнего ролика живут. Это вход в так называемые катакомбы. Смотрите. Кажется, что это нереально, да? Мы живем, живем как бы своей жизнью. Не видим этого. Не видим просто этого. А это как второй мир, загадочный белорусский. Вот здесь мы собираем бумагу. Слаживаете, да? Да, слаживаю. Картировочный цех. А это для кого? А? На сдачу? Да, на сдачу. А, то есть уже есть определенный человек, который... Да. А вот здесь вот мы сейчас. Это наше лезвище. Ну как, вот так вот распеваем объявок. Вот и тут. И ложимся. Отпихать. Ребят, подсидите в дуже. И вот так вот вот здесь. Зимой и летом. Ну вот так. А зимой не холодно? Холодно очень. Он же пальцы тут отморозен. Ампутировали. Ампутировали пальцы. И вот уже на протяжении скольки лет вот так вот живется здесь? Здесь уже 15 лет живем. 15 лет вот в этих катакомбах? Да. Да. И вот это все, что... Не знаю, вот здесь все ваши пожитки какие-то? Ну да, там пожитки, тут пожитки. Переодеваемся там. Это все вы знаете. Это было, когда солдаты... Солдаты? Да. А что они тут делали? Заходили. Заходили там. А ворота тут сломали. Они рвали. Восемь человек. Как что вот такие ребята делали? Это сезон и хуей нет. Что-то на руки. Не, она... Не думали о другой жизни? Нет. И не собираюсь. Меня устраивает это. Я не хочу работать на государство, никогда не работала и не собиралась. Не поможете. А ты хочешь? Сестра в Москве меня зовет тоже. Милиция сделала публикат, а по нему не проедешь. Он вообще нигде не чистится. Я вообще в базе данных не знаю. Он не белорус, не россиянин, не тот. Кто он? Скажите, ну вот у вас же был и так, когда скатывались в эту вот яму, да, начинали пить. Неужели государство, там, ну столько организаций, там, наркологические диспансеры, там... Неужели не видели, что у вас проблема? Они пытались вам помочь? Почему? А я был в ЛТП год, ну и что тут? Почему? В ЛТП год, тысячу шестую. Они же вроде лечат там от алкоголя. Какое нечение? Я же вам говорю, я сидела в АК-24, у меня нечение 4 года. Я вышла и сразу в магазин пошла. Освободилась. Заложка своей родине. Вот пробыл. Заложки ромашки давали, как будто воды. Это нечение? Это не нечение. А вот сколько? Это просто списывание. А это получается вы сидели в какой-то специализированной тюрьме или обычная тюрьма? АК-24 за речи. Это обычная или это ЛТП? Нет, обычная. Обычная, да. И много там было с вами женщин, которые попали именно не благодаря там, а вот именно из-за алкоголя? Это именно там больше 80% сидит именно потому, что они лишены родительских прав. Они сидят за алкоголь. Обязанные или как? Обязанные. Они трудятся? А? Да, там все работают. То есть получается, короче, алкоголь приводит к большим проблемам на самом деле? Конечно. Для государства. Их лишают родительские прав. Вы понимаете, в чем дело? Угу. 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 По данным Всемирной организации здравоохранения, на 1 января 2018 года белорусы потребляли 16,4 литра чистого алкоголя на душу населения в год, учитывая младенцев и стариков. Давайте попробуем на основе этих данных аргументированно разобраться, сколько реально потребляет алкоголя среднестатистический белорус, и не в таком обобщенном понятии, как чистый алкоголь, а в понятном для всех выражении, например, в 40-градусной водке. Итак, по данным Белстата, население РБ на 1 января 2018 года составляло 9,492,000 человек. Какие демографические и целевые группы из общей численности населения можно выделить? Первое. Дети. До 14 лет всех детей считаем, как не употребляющих алкоголь. С 14 до 17 лет считаем, что употребляет половина. Итого в данной категории 1,715,000 не пьющих. Пенсионеры. Считаем, что употребляет половина. Заключенные. Понятно, что практически не употребляют. Белорусы, находящиеся за границей. Чтобы посчитать количество белорусов, которые находятся за границей, применим методику Всемирного банка. Методика анализа денежных переводов, осуществляемых из-за пределов Республики Беларусь. По оценке Всемирного банка, объем официальных денежных переводов и иных валютных поступлений в страну от граждан РБ, работающих за рубежом или постоянно там проживающих, более 7 миллиардов долларов в год. Исходя из среднего денежного перевода 600 долларов чистыми в месяц и 11 рабочих месяцев в году, несложно вычислить, сколько наших граждан находится за границей. Получается около миллиона трудовых мигрантов и выехавших на постоянное место жительства. В заключение для чистоты эксперимента берем 1 миллион принципиально не пьющих. Это те, кто принципиально не употребляет алкоголь по различным причинам. В этот миллион мы включили военнообязанных срочной службы армии и МВД, кадетов, курсантов, спортсменов и людей, не пьющих по религиозным или иным убеждениям. Получается примерно половина от статистического количества или около 5 миллионов человек, реально потребляющих алкоголь. Соответственно, чтобы вычислить реальное количество потребляемого алкоголя в понятном водочном количественном отношении, необходимо данное количество потребляемого чистого алкоголя умножить на 2, чтобы нивелировать разницу между пьющими и не пьющими гражданами. Далее, пользуясь таблицей Фердмана, получаем из 1 литра условного спирта 2,4 литра водки. Далее, путем нехитрых манипуляций, получаем более 78 литров водки на человека в год или 157 бутылок или 250 граммов каждый день. И это на каждого гражданина ежедневно, и в выражении на крепкий алкоголь. А если перевести чистый алкоголь в так называемое чернило, результаты будут просто шокирующие. Задумайтесь, что является настоящим наркотиком и что реально уничтожает белорусов. Поэтому наши предложения просты и понятны. Первое. Алкоголь должен продаваться в специализированных магазинах. Второе. Специализированные магазины должны располагаться минимум в километре от детских учреждений. Вообще ни бутылочки пива, ни бутылочки алкоголя. Никакого просто. Третье. Исключить показ фильмов и сериалов со скрытой и открытой потреблением алкоголя. Четвертое. Алкогольные напитки в магазинах должны продаваться только в виде перечня. В прайс-листа наглядная экспозиция должна быть исключена. Чиновники, займитесь делом, а не очковтиративством и писаниной об успехах борьбы с алкоголем. Да и в целом о борьбе не пишите, о битвах за урожай и тому подобную ересь. Берегите бумагу. Донесите до вашего солнцеподобного предводителя, что игра с алкоголем не стоит свеч. Вспомните на секунду, что вы тоже живете здесь, как и ваши семьи. Почитайте криминальную хронику и оцените количество жутких преступлений, совершенных в пьяном угаре. Ваш чин не упасет вас от пьяного водителя или хулигана. Люстра на потолке, повешенная пьяным электриком, может оборваться на вашу хрупкую голову. Дорогие зрители! Ждем вашей критики и ваших предложений по теме этого ролика. Лучшее предложение будет озвучено в одном из следующих роликов. Оставайтесь с нами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok